тушеная либо вареная, но я не буду так запариваться, сырую поедят детки, больше полезной Майнина с вами, всем привет, у нас реакция на Брайана Мапса, наконец-то он выпустил видос, я уже соскучился на самом-то деле называется приготовил школьные ланчи из разных стран и оценил, это важно, мы любим когда он готовит и он готовит с каждым разом все лучше и лучше, погнали смотреть Ууу, я тоже был в б-классе, уууу, братан по б-классу И мне попадается пост с подобным содержанием, вот как кормят в американских столовках, я опешу, нет, тогда я таких слов еще не знал конечно же они приводили нас в восторг особенно нас жителей небольшого городка самарской области для нас в целом бургер это была священная у нас нет макдональдс в городе поэтому поверьте для нас попасть макдональдс где-то это не то что день рождения это суперпраздник до сих пор забив какой начинается не пойму насторжение по этому поводу поэтому сегодня я решил приготовить школьные ланчи из нескольких стран потом попробую каждый из них и дам каждому свою оценку конечно же с нашей русской столовой так выталяет жажду сколько часов я проведу блин если он сделает кашу которую нельзя поднять вилкой вместе с тарелкой ну то есть как бы кашу сделать знаете типичная каша в школьной столовой у нас лично такая была просто это когда ты втыкаешь вилку она не застрает как эскалибур и ты можешь вместе с вилкой поднять тарелку ну и и кашу конечно каша как клей монтажная пена вот примерно вот такой консистенция она была вот такая вот такая каша десяти просто эти бутерброды в которых две маленьких штучки непонятно чего и лучше их не есть невероятно невероятно все что там было неплохое это была сиска в тесте она была неплохая 10 норм кухня ой а кофе со вкусом и пыли а чай со вкусом воды воды с сахаром вот чай это вода с сахаром просто подкрашенная не знаю чем виски наверное чтоб школьники вы счастливее были я не знаю откуда у меня столько уверенности потому что вы знаете как я умею готовить нелепых ошибок два куриных яйца но это определенно будет челлендж для меня сегодня я как и бургеры любил готовить американский логика вариантов меню подачи но но практически во всех из них был бургер картошка free практически в ста процентах вариантов было шоколадное молоко какой-то соус и какой-то десерт но я прочитал статью что они в последнее время пытаются разнообразить школьное меню поэтому они заменили картошку фри на замороженные овощи так что мы с вами будем готовить такой вариант по боже мой я думаю вот это вот уже пора реанимировать здесь на самом-то деле ничего сложного просто котлета планы с говядина тут сложное испортить если даже пережарю получится медиум был и получится просто масло вылдал из лишних слов что я думаю я думаю это настолько очевидный простой рецепт что здесь даже мои подсказки вам не понадобится уже пахнет вкусно я не знаю это не реклама мира торга но что они туда добавляют что она уже пахнет ну хорошая галяна реально вкуса пахнет не хорошая галяна реально вкуса кушай давай давай кушать будешь держи держи кушай братишка да 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 я тебе покушать принес и он сам бы что-то про это подумал всем привет и сегодня я вам покажу как сделать лавалампу в домашних условиях думаю масло разогрелось быстренько котлетку на самом деле мне всегда нравилась еда из школьной столовой я не знаю один такой или нас целая комьюнити пока не понимаю масштаб данных мероприятий блин на самом деле были школы с кушной с кушной едой потому что была например еда когда я в харькове учился там была очень вкусная ну очень вкусная еда в столовке реально было вкусное но я больше свою часть жизни учился в нашей двадцать девятая школе города каменское ой там шедевры там просто не знаю виктор баринов сериала кухня просто подсадил бы не знаю на 10 из 10 удовольствием шел в столовку на большой перемене так думаю можно переворачивать котлету прошло около пяти минут он мне кажется чуть-чуть придержалась котлету спокойно это исправимо во первых во вторых вы что думаете столовках будут вам прожаривать равномерно котлету нет конечно пять минут говядину котлету хорош показал потому что это вам не макдональдс судя по картинке там просто да будет это что был дан то будет супер дан все может быть кетчуп капнем немного кетчупа ребяткам а то че уж совсем сухомятину дожрать так как они супер жареная но мы все-таки с вами за реализм это медиум медиум вэл какой медиум это супер дан это медиум вэл вэл это как вэл 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 дан да так совсем чуть-чуть кетчупа все у нас школьный бюджет не резиновый извините размазываем все это вот так вот чувствую себя поваром в макдональдсе прикол я хотел бы на самом деле поработать в какой-то момент своей жизни я даже об этом задумывался ну я подумал что а что если я брошу колледж но нет так уж получилось что мне пришлось сыр и котлета это конечно черного цвета даже не так плохо да как будто бы ну то есть в меру плохо как раз как на той картинке это вам не макдональдс повторяю пахнет тоже неплохо все нормально можно есть но пока рано у меня есть кое-что поднос ой-ой-ой поднос первое блюдо готово далее молоко я не нашел шоколадного не читайте что здесь написано считайте что это american brand в данной вариации в качестве как будет шоколадного молока даже у меня есть шоколадное молоко продажи вот это да где-то победил пудинг какой-то поэтому я нашел шоколадный пудинг как бы мне его еще аккуратно приложить это будет проблематично сделать чтобы это выглядело достойно одея овощи овощи и высыпаем то же самое масло где жарилась котлета для бургера так уж и даже будет так во первых более питательно получится белок во вторых вы думаете в столовках даже в американских кто-то станет по этому поводу запариваться и 3-4 минутки буквально обжариваем и сейчас чувствую себя такой юли высоцкой она бы мной гордилась мне кажется или сус когда не звучит как комплимент крылышки дегустация немного срать я сейчас просто собираю реквизит для следующего видео которое когда-то вот скоро уже должно выйти если все пойдет по плану и да всю дегустацию блюд я снимаю на следующий день я только недавно проснулся думаю по мне видно все это полежало в холодильнике то есть он и описание насколько это сейчас будет вкусно когда ты еще полежал в холодильнике вообще будет 10 и 10 поэтому а почему он не мог съесть это тот момент когда приготовил я вообще не хочу это попробовать теперь но что поделать начнем с пудинга пудин будет вкусный потому что он покупной слишком сладкий я такая американка блять слушай а чё у нас за домашка бедные овощи что с ними стало я постараюсь здраво объективно а чё у нас не нагрел не подогрел то хотя бы конечно же самое вкусное из всего этого это бургер котлета пахнет вкусно а что не нагрел его еле проживал ну нормально мне кажется в американских столовках примерно так и готовят а не думаю что у них там прям супер да там также кстати когда готовят сразу замораживают еду и дает холодный кто не знал кто не знал так именно а вы знаете что американцы едят бургер холодным да да это чистая правда ведь у них не бывает микроволновки блин как минимум нежная конечно же думаю любой из нас обрадовался бы бургеру в обед школьной столовке но честно говоря у нас есть и так хорошая альтернатива пицца за 25 рублей да кстати пицца да 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 с тир по всей школьной столовой какие-то определенные дни и когда мы заходили в столовку увидели что сегодня продают пиццу господи это значит день удался даже несмотря на то что ты получил двойку по химии и дома тебя ждет большое разнообразие кожаных изделий все это сразу выметается из головы потому что поэтому мне больше нравилась пицца у нас рядом был лоточек со школы когда можно было выходить на перемене на улицу хорошие были времена уже был здесь гонять в зеленый попугай купить там пиццу тра там было время вкусно там ее подогреют на вкусненько на большая реально ты наедался конечно круто пока фикс у нас есть хорошая альтернатива что мне нравится честно ничего овощи это здорово это плетчатка это полезные микроэлементы но и здесь у нас тоже есть альтернатива салаты это либо капустные какие-то были салаты либо и свеклы либо либо какие-то майонезные что конечно же немножко уступает по пищевой ценности данному блюду зато вкусней а далее молоко ну я на самом деле не любите молока и вот так вот бургеры забивать молоком странное решение честно говоря но опять же там наверняка есть разнообразие напитков также можно взять какую-нибудь колу но не думаю что у них есть наш старый добрый компот компот это вот к словакам да там часто было да повариха с любовью и десерт шоколадный пудинг в целом ланч неплохой но пока не знаю какую оценку ему ставить пусть это будет 4 из 5 легчайся легчайся а ну шо это будет я реально поверил себе потому что мне стало интересно что же японский корейские корейские дети потому что северно корейские дети не едят шутка конечно же но кстати это тоже интересно но мне кажется мы никогда не узнаем попросту этой информации что касается южной кореи обычно и в их школьный ланч входит какой-нибудь суп ну рис то понятно потому что самый ходовой у них товар какие-то морепродукты какие-то листы лавровые и красивые йогурт но йогурт милые а это что внизу справа это что это холодец это суп типа мисо суп наверно что типа того я не знаю я так полагаю какой-нибудь мисо суп жареная свинина капуста рис с водорослями нори ну и конечно же кимчи и это выглядит намного сложнее чем американский ланч честно говоря ничего подобного я рис не особо люблю будет интересно испытать свои силы и так у меня есть несколько кусочков свинины она уже в каком-то маринаде так что мне предстоит только лишь ее успешно обжарить наливаем масло в сковороду дожать мясо он умеет после бургера но судя по картинке свинину они на самом деле как будто бы тушат ну либо жарят на медленном огне потому что это не американцы эти это южнокорейские американцы у них в школах достаточно сбалансированный рацион вот я честно говоря если пришел в какой-нибудь корейский ресторан я бы примерно то же самое и взял где вы видели чтобы ютюберы использовали такие штуки нигде у меня такая же штука я такой же штука у меня была другая но она у меня испортилась удобные щипчики для гриля классно на самом деле особо люблю свинину достаточно жирное мясо плюс насколько я помню это самое долго перевариваем и вашим желудком мясо ты не настолько она вкусная японии да ну свинину можно очень вкусно приготовить сильно кости очень вкусная стейк со свинины на кости это прям вкусно и было в основном как раз таки свинина тоже пришлось тяжко в они конечно так все я думаю хватит пусть мясо остывает так рис у меня уже есть сваренный сейчас я накрошу туда нори в рот сразу накрошу нормально все это же так делается и также немного кунжута совсем чуть-чуть туда мы кладем кимчи с белой капустой кто не знает кимчи это такая ферментированная капуста с острым перцем и различными специями что касается обычной капусты я так полагаю на тушеная либо вареная но не буду так запариваться сырую поедят детки уже правильно еще и грязный надо чтоб точно все микроэлементы земли крепкая сила земли осталось нифига себе так и и варить оказывается 15-25 минут я думал на 5 минут бросить и все они от отдельные листья капусты будут готовы через 3-4 минуты нормально ладно Вау, как интересно Как интересно варить капусту Ты достиг максимального уровня в этой ЗОЖ-игре Да нет, на самом деле, ну, варёная капуста Я думаю, это вполне съедобно Да нет, реально, вот смотрите Даже сейчас возьму попробую Она будет безвкусная просто, мне кажется А вы ожидали, что, типа, такой Не, нормально Как удалить только что прошедшие 10 секунд из бантик Короче, вкусно Реально вкусно, я возьму Да, надо будет попробовать Ну, как-то так И первым спонсором видео в этом году становится Это шо, автор покушает? Это одобряем, одобряем, вот этот автор тоже покушает Я антимания, я очень ЗОУ Я украл вашего глупого блогерка, потому что Потому что я появился магазин И я должен получить у него скидку И это было бы правдой Но в майни-шоп уже скидки Поэтому, ребята, донаты Стим-пополнение Всякие геншины Приходите, смотрите, ссылка в описании А мы продолжаем смотреть видос И самый сложный ингредиент во всем этом блюде Это суп Потому что я погуглил рецепты корейских супов И они нихрена не простые Даже банальный мисосуп варить не так уж и легко Поэтому я нашел вот такую штуку Это мисосуп с водорослями быстрого приготовления Все, что нужно сделать Хорош, лайфхак, лайфхак Содержимое пакета с мисо и пакета с наполнителем Залить кипятком и перемешать Нет, ну серьезно Вы думаете, в школьных столовках они во... Ну вообще-то да Скорее всего, да, это дешевле На большом чане каком-то Это дороже выходит на самом деле Если покупать оптом продукты будет дешевле Мы получаем полноценный мисосуп Надеюсь, не радиоактивный Эстетик Ну на первый взгляд Да Мисосуп на минималках Но я знаю, что можно сюда добавить Вообще, на самом деле, я купил все ингредиенты Для того, чтобы приготовить настоящий мисосуп с нуля То бишь, соевую пасту, тофу и прочие ингредиенты Но потом увидел Такую вот волшебную палочку-выручалочку О май гаад О май гаад А вы знаете, что любая домохозяйка ценит такие вещи Не спрашивайте, откуда я знаю Это тофу? Ну и немножко кунжутику сверху Все, хватит Хватит с них, а то оху... Не, ну в лице это не плохо, реально Если бы не рис, вообще было бы идеально Привет! Не люблю я рис, не знаю Ну, реально не фан Хотя, если рис с мясом сделать, да? Почти как плов, было бы вкуснее Вот если прям рис с мясом сразу вместе Вот это вообще было бы 10-10 А какой ты любимый мембер BTS? Мой Чимин! А как же Ченгук? Ченгачкук? Вот это, сходу могу сказать Намного более интересный ланч Мне нравится, что я сделал вид, что ничего не было, да? 5 секунд назад Гораздо более интересный И здесь есть все Углеводы, белки, жиры, да, молочные Клетчатка, пробиотики, потому что кимчи Все, что нужно для здорового пищеварения Мне интересно попробовать этот Суп быстрого приготовления Я его подогрел? Ну Ого, а бургер подогрел? Был вопрос Нормально Не, реально нормально Ну, то есть, в принципе, на вкус почти как настоящий мясо-суп Ох, мои соседи В последнее время в край оборзели Потому что они сверлят на протяжении суток Вот уже как недели две Начнем с того, что я просыпаюсь раньше времени Из-за их дрели Я, кстати, научился спать в аирподсах Это единственное, что меня спасает Я просто включаю режим шумоподавления И ложусь спать А почему проблема купить беруши? Это же удобнее Но беруши не так сильно будут мешать в ушах И не выпадут Реально, беруши Брайан, купи беруши Они стоят 5 копеек На Баку не очень удобно спать с наушником Но, в общем, я приноровился Беруши! Беруши, они уже удобнее Я немножко свисаю ухо Чтобы наушник не дотрагивался подушке И, в общем Короче, я больной ублюдок Можно было бы просто беруши купить Когда я въехал туда, я подумал Как хорошо Никто не сверлит Судя по всему Все соседи уже сделали свой ремонт Но оказалось все наоборот Я просто был первым, кто сделал свой ремонт Ммм, ну Сочетание мясосупа с кимчиз Блин, да тут все идеально Давайте попробуем мясо Свинина как свинина Да я на самом деле еще не особо голодный Но, в принципе, я тут почти все съел И на десерт Почти ничего не съел Напиток кисломолочный С пробиотиками Укрепляет иммунитет Написано Значит, правда По-любому, если написано, значит, правда Молоко, сахар Я прошерстил разные фотки Из разных южнокорейских столовых И там очень часто у них в комплекте Идут какие-то бутылочки Либо с молоком каким-то банановым Либо с чем-то подобным Ммм, ну это кайф Тут вообще все кайф Йогурта вкусненько Я думаю, тут смело можно ставить 5 из 5 Ну да, ну блин, мясо Каким за мясо-то вкусненько Французы у нас едят багет Как же без этого? Стейк, картошки Ой-ой-ой-ой-ой-ой Французы Вот у французы пока мне больше всего нравится Но это самое вкусное тут пока что Вот вы гляньте Тут есть мясо Стейк Я обожаю стейки Тут какие-то вяленые томаты Просто Ммм Они вкусняшные будут Там картошечка Ой-ой-ой-ой Грибным соусом Салат с угрыцами и помидорами Вообще Десять из десяти Десять из десяти Я снова схолдурил немного и купил Замороженный картофель с грибами Вы вообще осознаете, ребят? Что это самый долгий В плане готовки Так долго и так много Я еще никогда не готовил Я чувствую себя уже поварихой полноценной Знаете, что это значит? Что если какой-то ученик подойдет ко мне Принесет Мою стряпню И скажет, что ему не понравилось Я ему скажу вот так Слушай, ты Запросил варюшку Ладно, это было лишнее Япти Тихо-тихо Не, реально Реально Тихо Это точно Слишком сильно магни О чем с вами можно поговорить? Многие из вас Спрашивают Где же тигра? Тот самый Рыжий Милый Я уже говорил, что я давно уже с ним не живу Точнее, он со мной не живет Так вот, он живет с родителями Так как у меня аллергия Внезапно образовавшаяся В целом, все с ним хорошо Но вот прошлым летом Был один момент Родители уехали к друзьям В Великий Новгород, кажется И тигра остался с моим старшим братом У них на квартире Так вот, мой старший брат звонит мне И говорит о том, что Тигра ведет себя странно У него было учащенное сердцебиение И обильное Слюноотделение И он был такой немного овощной Так как брат занимался работой На мою честь выпала Поездка в ветеринарку И это было тяжело Очень тяжело Во-первых, тигра не переносит Переезды на машине Обычно, если нам нужно было перевезти его Либо ко мне, либо к родителям Каждый раз За минуту до приезда Он сблюнул Он будет переворачивать катушку? Ну ладно, ладно А порой не только Там была большая очередь Но благо Нас пропустили Поскольку я объяснил симптомы А они не шуточные Проснулся мой следующий страх Как многие из вас знают Тигра, кот далеко Не самый добрый Вот посмотрите, что он сделал С Настиной ногой Видишь? Сейчас Вот так О, господи Он не очень хорошо реагирует На незнакомых людей Я старался себя успокоить тем Что тигр уже давно живет с родителями Вроде как он ни на кого больше не так не нападал Как это было ранее Когда он жил со мной Да и постарел чувак Like Уже должен был оставить все эти детские игры в прошлом Но Как только мы зашли в кабинет ветеринара Я понял, насколько же я ошибался Потому что было все намного хуже, чем обычно Ветеринаром была молодая девушка Бедный ветеринар Он просто Она думает Счастья за вашей жизнью Сталось его смотреть Но Это максимально не получалось делать Поскольку он Включал режим ярости Сразу же Он начинал шипеть Орать До такой степени Что Это нужно было просто видеть Она быстро поняла Что одна не справится А, да Конечно Вот почему еще у меня страх был Потому что один раз Я уже вызывал ветеринаров В свою квартиру Когда он еще со мной жил Так вот Пришел огромный мужик накачанный И Небольшого роста девушка Как вы думаете Он разгромил всю мою ванну Расцарапал этого мужика Там просто нужно было уколы сделать И Блин, я укол своей кошке делал сам Ну Я Если что Я умею делать Уколы Котам Я думаю Я с собакам бы справился Собакам думаю Даже было бы проще Чаще всего Кошку Да Сложно С ними С котами Типажа Мой кот Стоп Стейк из мраморной говядины Для гребаных французских школьников Не слишком жир Нормально он взял Стейк из мраморной говядины Хотя, кстати Кто его знает Вполне Ну вообще Стейк из обычной говядины Редко делают Обычно Хотя есть специальная вырезка Там тоже выдержка идет У говядины Потому что обычная говядина Чаще всего к стейкам не годится Она Выходит слишком жесткая Типа Ее надо Как-то мариновать Но это уже не совсем стейк Ну и короче Суть в том, что Такой стейк готовить Сложнее Чем обычный А чем прослушать Минуту с одной стороны Минуту с другой стороны Оливочем Там не знаю Специи немножечко Перчика Сольки Все блин Вот готовый стейк На самом деле Готовить стейки так просто Их реально очень просто Платят родители этих Французских школьников Мне интересно За такие-то обеды В общем, как вы поняли Опыт с ветеринарами У нас с Тигрой Был не очень Хороший Так вот, держа этот опыт В голове Я, Тигра И девушка-ветеринар Отправились В подвальные помещения В буквальном смысле В этой ветеринарной клинике Есть подвальные помещения Где Расположено Определенное количество Маленьких Комнат Куда как раз-таки В том числе Люди Приводят Своих животных На осмотр Во время Переноски Он меня чуть не расцарапал То есть, если он впадает В такое состояние То Да, меня тоже Моя кошка Царапала нормально Ну, короче Там получается Что у моей кошки Тоже была проблема У нее Шель стросла Как-то очень странно У нее получалось Ну, не то, что странно Во-первых, она не давала вычесываться Абсолютно никак Вычесываться Уровень Тебе капец То есть Все такие Чего ты не вычесываешь Свою кошку Может потому, что Она может тебе выцарапать Глаза, когда ты ее решишь Вычесывать Может Может в этом причина Почему я не вычесывал кошку Ну, я пытался У меня были много разных Чесалок Фигалок Я столько денег потратил На эти чесалки Фигалки Ну, нет Ты ее не вычешешь И в итоге У нее получались Кудлаки Ну, со временем Потому что Ну, еще и шерсть Такая была Ну, странная У нее кудлаками Сразу убралось И в итоге Ей надо было стричь Иногда Потому что Иначе ей некомфортно Самой кошке Ну, типа Шерсть запутывается Это некомфортно кошке Ее приходилось стричь Отводили Ну, типа Какой там конкретный Отводили Вот когда ее стригли Это жесть Ну, это Оставалось всем Мне особенно Даже Я могу пострадать Во-во Что-то похожее Не, хотя Когда она уже была В этой Тоже было проще Другие ветеринары Вдвоем Но и Господи Когда ее в переноску кладешь Моей уже было попроще О, Господи Это было Ужасно Как мысленно У тигры Был Гнилой зуб Один И во время Очередного Яростного Всплеска Во-первых Он начал Просто лазить Буквально на стены Карабкаться Пытаться по ним Только чтобы его не трогали А там комнатка Совсем маленькая была Я думал Что нам Так вот Он выбил себе Этот гнилой зуб Сам Во время этого процесса Он обострался О, да Как я его понимаю Господи Как я понимаю Его Насчет кота Да Я очень Я очень тебя понимаю Правильно Я очень тебя понимаю Да Когда Ты весь В моче В фекалиях Расцарапанный Во Класс Вообще Круто Супер Да Это Это да Так оно и есть Это надо было видеть В итоге эти ветеринары Такие же проблемы были К выводу Что Тут поможет только Наркоз Один из ветеринаров Сказал мне Что им было проще Осматривать льва Настоящего льва Чем этого кота Я же говорил Что он особенный Ну и дальше его унесли У меня такая же Такая же кошка Она во-первых Никого не воспринимала Кроме Меня и моей бывшей Вообще никого не воспринимала Абсолютно Она не воспринимала Никого Она на всех шипела Со всеми Везла себя агрессивно Да Она не шла Не царапала Но ее трогать было нельзя И рядом с ней сидеть нельзя было Она Если сидит То возле нее сесть нельзя А если сядешь еще Когда она сидит К тебе спиной И ты сядешь даже Чуть подальше от нее Она будет злиться Потому что Для нее опасность Короче Там да Там были приколы С моей кошкой Лаки Специально Были Где его Ввели в сон С помощью специального Газа Дыма Все прошло отлично Анализы были сданы Там были кое-какие проблемы Но сейчас уже все намного лучше Так что сейчас он снова Бешеный Рыжий Обжарить с каждой стороны По одной минуте На сильном огне Потом уже На медленном огне Обжаривать с двух сторон До желаемой степени Прожарки Так Где тут Well 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 done Ага Десять минут Только мне кажется Его недостаточно Отбил И он скорее всего Внутри будет Медиум Да нет Просто Рейер Зачем Отбивать то Стейк то не отбивает Ты же не отбивную делаешь Зачем отбивать стейк то Ладно Предположим Что эти чертовы аристократы Любят такое дерьмо Ну стейк вроде неплохо выглядит Вроде неплохо Салат с бурцами и помидорами Ну вообще конечно Дотомиться надо Типа стейк то не знают Когда он приготовился До определенной температуры Да там То есть ты его Допустим Если хочешь сделать Медиум рейер Или просто рейер Ты должен его еще обмотать фольгой И дать потомиться немножечко Своей собственной температурой Друг прикольный Как резать помидоры кубиками Итак режем вдоль Вот так вот А теперь вот так Что ж они без меня будут делать Школа и так разваливается Учителя увольняются Если я еще с Танькой уволюсь Это будет Крах Так что нужно брать Дело в свои руки Все будет хорошо Ммм Салат вкусный А французы знают толп Интересный рецепт Такой сложный Очень Очень Невероятно Так же Стакан воды Ну хоть тут Непривередливые И в нескольких Вариантах ланча Я видел Присутствие Киви В качестве десерта Ну киви полезный фрукт На самом то деле Пока Ну пойдем Что уж Хотя в последний раз Не помню как хороший киви ел Все время они были Кисля Кислючими Капец Тут уже места нет Поднос слишком маленький Для этих Ой Я же этим Ножиком багет Чесночный резал А до этого мясо Да ладно Все в комплекте Какая разница Ну киви Стрикус у мяса Не надо ничего говорить Класс Киви чесночный Надо кстати Кто не знал Приветствую вас Господа Да Я аристократическая Приятно познакомиться Ладно На самом деле Ну стейк на следующий день Ну он будет норм Типа мясо Всегда когда разогреваешь Оно в принципе сойдет Но все-таки стейк Это такая Такая еда Которую надо есть сразу Вот именно Стейк не более С говядины С мрамора Надо есть его сразу Вот ты его приготовил Ну он потомился Чуть И ты его ешь Вот в момент И это так вкусненько Это вообще не похоже На школьный ланч И я Прочитал статью В которой было написано Что американцам стоит Поучиться У французов В плане Кормления детей Нормальной едой Потому что у них Действительно все на высоте С точки зрения Качества еды Однако Я не знаю Сколько они за это платят Может быть там Ежедневные родительские Собрания Проводятся Где С родителей Трясут деньги На все это Вот баловство Я считаю Баловство Потому что у нас Вот Пюрешка Котлетки Все гораздо И бюджетнее И при этом Так же питательнее И так же вкусно Так что Интересно Как я прожарил стейк На самом деле Потому что я так и не понял Какая у меня прожарка Получилась Сейчас мы это с вами узнаем Так О ну это Что-то между Медиумом Ну это Где-то Медиум Медиум Вот посмотрите Это медиум Неплохо Неплохо Это не Велдан Это не плохо Ладно что не Велдан Так Пробуем Картошечку Которая Потому что Мраво на говядина Велдан Это испортит мясо Равно Да Немножко Не дожарено Эти полуфабрикаты Ваши Просто Вот непонятно Ну не нормально Просто кусок Такой попался Ну Такой салат Сложно испортится Так что А сейчас знаете Что вспомнил Своё самое Нелюбимое блюдо Из детсада О господи Меня просто воротило Дайте вот Какие-то тефтели Тефтели в подливе Крутило Моросило На улице Тогда я помню Или рыба какая-то Молочный суп Ой да Молочный суп Это очень специфичное Я согласен Ой Боже мой Как это можно было есть Напишите в комментариях Если вас кормили тем же Но я знаю Что многих кормили Да многих кормили Этим блюдом Слава богу Блюдом Стоянки Но когда Это происходило Я всегда хотел сделать так Видимо сегодня без завтрака Ну как грибочек Ну это специфично Это очень специфично Это на очень На любителя Не нормально Нормально И киви Ну это В принципе Неплохой вариант десерта Я его правда не почистил Но пусть хоть что-то Эти дети сами сделают А Ммм Хороший киви И да ребят Прошу прощения Что видео не выходили Так долго Я на самом деле Все это время Работал Над айсбергом Собирал информацию Ооо Ждем 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 Короче Работал над видео Которое еще только В дальнейшем Ждем 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 У меня такое часто бывает Короче Что касается ланча Ну Это неплохо Но это слишком тяжело Как-то Это не ощущается Как школьный ланч Ну потому что Он во-первых Пожарил картошку В огромном количестве масла Она прям видно Как блестит от масла Он немножечко Передержал Ну короче Пережарил ее В плане Ну не пережарил А добавил слишком много масла Она жирная получилась Реально очень жирная Потому что Как мы видели на изображении Она не была жирной Она была неплохой Возможно она была запеченной Кстати Вполне возможно Ну мясо Мясо Это просто Это Да идите вы Аристократ Все конечно вкусно И питательно Но Я бы все-таки Предпочел Котлетку С макарошками Нет С дуречкой Ну а этому ланчу Я также ставлю Наверное Четыре из пяти Я просто не фанат Стейков Особенно если там Каждый день Их подают Я бы точно Таким не стал питаться I'm sorry I'm not that Аристократ Какой вывод Можно сделать Наша столовка Самая вкусная Ну лично у меня В городе так было Но я знаю У меня Не Не Я бы стейка Лупанул Я так Блин Давно стейка Может реально Купить себе Говядину Мрабор Но она крайне Дорогая Конечно Крайне Дорогая Очень Дорогая Но Я ее не ел Уже наверное Полгода Год Может быть реально Лупануть Еще Несколько Интересных Ланчей Из Различных Стран Которые Возможно Смогут Поконкурировать С нашими Столовками Так что Если вам понравилось Это видео И вы хотите Вторую часть То Напишите Об этом В комментариях Было бы интересно Что там Еще Мало Но Точно Не Скоро Мне Это Все Мыть Теперь Ужас Это Боль Ну Хорошо Что У него Хотя бы Индукционная Плита Ее легко Отмывать От всего Этого Это Не Знаете Нет И Решетки Отмывать Он Что Не До Ел Стейк Ты Чего А Стейк Да Есть Вот Такое Вот Видео Ребята Брайан Мапса Называется Приготовил Школьный Ланч Из Разных Стран Хорошее Видео Было Интересно Аж Захотелось Кушать Расклопнулся Аппетит Всем Удачки Всех Люблю Всех Целую Всем Пока